Внезапно стране понадобились политики. Оказывается, когда против тебя воюет западный мир, а ты проводишь специальную военную операцию, не очень помогают роботы во главе регионов. Икона нового губернаторского стиля – белгородский губернатор Гладков. Гладков соглашался даже на переговоры с украинскими диверсантами, взявшими заложников в приграничном городе. Но если они живые, с 17 до 18 мап Шебекина. Гарантирую безопасность. Переговоров не состоялось, да изначально все это было войной нервов Гладков. Эффективный губернатор приграничной области раздражает противника как раз своей эффективностью. Белгородскую область украинцы пытаются превратить из приграничной в прифронтовую. А, и чуть не забыл. Эпоха ренессанса. Война против России возвращает политику в регионы страны. Пугаться не надо. Политика и разгул демократии совсем не синонимы. Если раньше губернаторы старались не отличаться друг от друга, ну вот знаменитые коллажи людей с одинаковыми лицами, то теперь каждый старается отличиться. Все для фронта, все для победы. Если фронт далеко, куй победу в тылу. Впрочем, важно не кто какие лозунги выкрикивает, важно кто сколько танков выпускает и у кого и как работает отделение фонда защитники отечества. Порезали квоты на книжение у системной оппозиции. Минус один регион справедливой России завершил карьеру омский губернатор Бурков. Смоленск простился с либерал-демократом Островским. Заранее ясна судьба Валентина Коновалова в Хакасии. Зато Орловского коммуниста Клычкова Путин благословил на переизбрание почти по-отечески. Хорошо, если народ вам доверит, но и я чем смогу, помогу. Пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов вашей работы и получить мандат доверия на следующий. А со своей стороны, конечно, сделай все, чтобы поддержать. Это же почти исконное «бог простит, и я прощаю». Системной оппозиции стало меньше, но мы прощаем их и миримся с ними. Смоленское Полесье почти лес прифронтовой. В том смысле, что до враждебной страны там всего лишь тонкая брянская прослойка. Политика оживает. Взрослые депутаты задают недетские вопросы детскому министру. У нас в Татарстане с Рената Садыкова министра молодежи строго спросили за всю идеологию страны. Ему самому 37. Заслушивали что-то там о воспитании подрастающего поколения. В современной конституции России идеология запрещена. Как нам представляется воспитывать молодежь, патриотизм в отсутствии государственной идеологии? Правда, тут же выяснилось, что идеология не запрещена. Ягудин не знает толком конституцию. Но важно не это. Важно, что передовыми сейчас выглядят регионы, где не до конца убили хоть какое-то подобие публичной политики. Движение первых. Движение еще может появиться вторых. Или каких-то я имею ввиду. В приграничных районах политику воскресило СВО. После каждого вражеского выстрела на Старую площадь звонить устанешь. Народ ждет реакции власти здесь и сейчас. В остальных регионах России политика оживает в процессе информационной войны. Каким бы дубовым ни был технократ, он устанет звонить куратору после каждого вражеского фейка. Деревья, солей и губернаторов закончились. В политике новой войны волшебный порошок украинской агрессии заставляет оживать деревянных солдат кадрового резерва. Оно и к лучшему. Они прекрасно помнят, какой столер их выточил. Но деревянным солдатам трудно защищать отечество. Это был... Недовольный треугольник. Ставь нам лайк на ютубе, ракету на рутубе и какашечку в тележеньке. Скоро увидимся. А ты на лайк, а ты на лайк нажми.